Голоса зверей и птиц доносятся изо всех уголков парка. Зоологи говорят, это звуки радости. Так животные приветствуют гостей, которых не было здесь долгих три месяца. Зрители сегодня много рядом с каждым вольером. И дождь не помеха. Красноярцы признаются, открытие ждали с нетерпением. Мы уже устали сидеть дома. И возможность вообще выбраться чуть подальше от дома, чем просто во двор, это очень здорово. А тут животные, природа, дождик, все здорово. Очень хотели прийти, ребенок очень хотел в зоопарк. Ждали, когда откроется. Просила жирафов, но жирафы, к сожалению, не работают. Там они закрыты. Африканских великанов и правда загнали в теплые вольеры. На улице слишком прохладно. В закрытых павильонах нельзя навещать и зверей поменьше. Это правило безопасности, чтобы избежать толкучки. Так что пока наблюдать за животными можно только на улице. В выходные с 9 утра и до 11 вечером. В будни зоопарк закрывается на час раньше. Сейчас можно купить билет онлайн или на кассах. Но мы сейчас доработаем онлайн продажу таким образом, чтобы посетитель смог выбрать время еще. Или промежуток посещения, поставить галочку. Ну и как и в кинотеатр зайти по времени. Но зато гарантированно выбрать себе. Хочешь когда посвободнее, пожалуйста, посвободнее. Хочешь там в прайм-тайм, у нас существует и такое. Заказать билеты можно на официальном сайте Роева ручья. А вот рядом с кассами лучше не собираться. Хоть здесь и нанесли специальную разметку. Для гостей сделали вот такие забавные таблички. Соблюдайте дистанцию в 4 зайца. Один ушастый, примерно 30-40 сантиметров. Вот и представляете сколько это. Кроме того, сотрудники парка будут следить, как вы соблюдаете правила. Есть и другие требования на время эпидемии. Вход запрещен без масок и тем более с температурой. Ее измерят прямо на входе. В особом режиме только на вынос работают и местные кафе. А вот по количеству посетителей на территории парка ограничений нет. Диана Хатяшвили, Алексей Овсяников, Енисей. Новости.